Премьер Сергей Такоев и председатель Дорожного комитета Северной Осетии Георгий Казбеков сегодня проинспектировали строительство участков дорог Ордон-Дигара и Дигара-Николаевская. Работы на трассах общей протяженностью 15 километров будут завершены уже в этом году. Участок дороги Ордон-Дигара до начала его реконструкции считался самым проблемным в республике. Его не ремонтировали более 20 лет, что вызывало возмущение у водителей и жителей района. Дороги не соответствовали требованиям на 80-90%. Сейчас же с уверенностью мы можем говорить, что в Дигарском районе эта ситуация выровнялась. В Ордонском районе мы недавно с главой района и с мэром города делали объезд. Тоже определили, так же, как сейчас в Дигарском районе, переходим на Ордонский район, определили тоже улицы, которые уже остро нуждаются в ремонте, дороги, которые подходят к социальным объектам, где есть общественные маршруты. И тоже вот сейчас мы над ними работаем. Я думаю, недели через две там тоже уже работу начнут. Дорожное полотно будет состоять из трехслойного асфальтобетонного покрытия. Сейчас прокладывается первый слой. Затем проложат еще 18 сантиметров асфальта. Благодаря дополнительным субсидиям дорожной работы на трассе Ордон-Дигара завершатся уже в этом году. Трасса протяженностью более 8 километров будет проложена по самым современным технологиям. На въезде в Дигару установят информационный экран. Вдоль трассы появятся камеры видеонаблюдения. Следующий объект, на который отправилась делегация – участок дороги Дигара-Николаевская, протяженностью 7 километров. Здесь также проходит полная замена дорожного полотна. Финансирование в бюджете в Дорожном фонде было запланировано на два года, 2014-2015 год. И те работы, которые сегодня проводятся, ожидали окончания в конце 2015 года. Комитет договорился, Дорожный комитет договорился с подрядчиками. И подрядчики за свой счет в этом году закончат, а уже оплату, как и планировалось, рассчитаемся в 2015 году полностью. Субсидии на строительство нового полотна в Дегорском районе в этом году были увеличены в пять раз. Проект реконструкции двух дорог обошелся в 280 миллионов рублей. В следующем году вырастет и профильное финансирование для Ордонского и Иравского районов. Вся дорожно-строительная техника, которую вы видите, она куплена в 2013-2014 годах. То есть она новая, соответственно, с новейшими техническими достижениями, которые на данный момент присутствуют в дорожно-строительной технике. Также у нас имеется новый высококачественный асфальтобетонный завод марки «Аман» производительностью 60-90 тонн в час, что позволяет довольно-таки большие расстояния прокладывать за довольно короткое время. Сейчас на дорожных участках работают 23 единицы техники. Как говорят в Дорожном комитете, на следующий год запланированы работы по реконструкции дорог еще в трех районах – Иравском, Малагирском и Пригородном. Рая Дзантиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова